Сказочная мастерская Колесникова покажет вам фильм о том, как оформить, даже не знаю, что сказать, забор или ландшафтный дизайн. Такие красивые слова. Ну, короче, это такая вот фэнтези-зона, которая выполняет роль туристического арт-объекта. Это страна Вихляндия, я постоянно ее показываю. Этот объект мы делали уже 10-й год. Ну, вот есть балансир такой, есть отдельный фильм я снял. Это просто каркас показывается, а фильм больше будет о том, как вот сделать вот такие декоративные цветы. Ну, какая у них задача, ну, даже не знаю. Просто делаем работу скульптура с цементом. Вот у кого много цемента, может делать вот такие вот скульптуры. И вот есть заказчик, которому убедили, ну, даже убеждать не надо, просто сделали, он пришел, сказал, боже, как хорошо, как люблю такие работы. И это такая вот фэнтези-зона. Это типа аэропорт инопланетян, куда прилетают летающие тарелки. И вот на этой территории, будем говорить, на этом параллельном мире находятся такие растения. Фэнтези-растения. Ну, как фэнтези. Они для нас фэнтези, а на той планете нормальные. Вот такие вот цветы. Они, ну, не знаю, они людоеды эти цветы, или это просто цветы. Ну, вот такой вот формы. Ну, туда можно засыпать землю. Если посадить цветы, может просто это будет скульптура, которая работает, цветы будут по дне расти. Ну, вот вываренный каркас, вы видели. А теперь обмазанная сетка. И вот идет такое оформление, подкидка уже раствор. Это идет, как назовем, давайте получистовой. Ну, я показывал, смотрите, кидай туда подальше. Для чего? Ну, чтобы как бы цветок был длиннее. То есть, от того, как ты будешь делать работу, есть варианты барельефа, который может удлинить, или расширить, или наоборот резкость передать этой работе. То есть, законы барельефа, они позволяют в плоскости делать определенные фигуры и скульптуру. А это уже скульптура, но все равно есть фрагменты или как возможности, то есть, от углов, от плоскостей, как ты их делаешь, и влиять на саму скульптуру. То есть, как ее... Ну, вот, острый угол, он дает грань, дает толщину. То есть, если можно наоборот сделать овал, будет как бы большая толщина. Ну, вот мы пытаемся сделать цветочек такой нежный, аккуратненький, и поэтому края вот этих лепестков, их надо делать острыми. Ну, вот как бы такую вот сложную аллегорию, хочу сказать. Ну, вот, опять, цветок растет на такой земле. Она такая тоже вулканическая. Ну, может, если цветок туда пониже запустить, получается, он будет чуть-чуть длиннее. Это тоже важно. Ну, вот такая идет работа. А это вот бордюрчик немножечко попал под обзор. И вот, смотрите, рядом два цветочка. Они вот черновые. Вот сейчас просмотритесь. Ну, это вот причал по летающей тарелке. Не летающая тарелка, а такой мыши летающей, которая тоже техномышь. В ней можно сесть и куда-то переместиться. Это типа такси. Ну, есть отдельные фильмы, как это делался, вот такой вот причал. Ну, то попал он сейчас как бы в зону именно вот этой цветников. И посмотрите, какой оригинальный забор, необычный, быстрый. Вот такая декоративная штукатурка. Как вот сделать забор. Можно сделать вот так. Не камень, как обычный, а вот такая декоративная штукатурка. И рядом, смотрите, вот такой цветок. Он как бы поплавленный, побитый. И рядом он, смотрите, какая интересная вазон или как цветочник. Он закрученный такими спиралями и вот прикрепленный к забору. И он дает забору жесткость, чтобы, ну, ветром его не сдуло. Ну, как его сдуть? Он, в принципе, тяжелый. Ну, здесь нет усиленно большого фундамента. И все вот такие вот, будем пристройки, они создают определенную жесткость. А вот это, посмотрите, вот такой сеткой мы работаем. Эта сетка называется тканная. Ну, давайте, ячейка здесь там будет, давайте, 9-8 миллиметров. Вот, смотрите, этот цветок, каркас, он выварен отдельно. Вот, видите, это готовый такой уже цветочник. Он уже даже беленький. Это вот такой пенечек оригинальный. А там уже пошло фэнтези, обычные камни. А это вот такой вот фрагмент такого техно-космического пейзажа. И вот уже цветочники, цветочники приобретают форму цветка. Но они еще имеют, каждый листочек имеет, смотрите, какие-то узоры, какие-то вот плоскостя. И они, вот эти вот инопланетные рисунки, усиливают вот именно значение вот этой скульптуры. А рядом, посмотрите, сетка натянутая. Еще один цветочник делается. И вот видно, каркас вываренный, прикрепленный к забору. И на этом заборе листья такие. И получается, как бы, вот продолжение вот этой полностью композиции. То есть есть задний план, есть забор, и есть передний план. То есть и вот даже, видите, дорожка идет, которая попадает под вот этот причал. Ну, тоже там игровая такая ситуация. Можно в тот туннель залазить, по пещерам тоже лазить, фотографироваться, потому что это такой вот уже туристический комплекс. И он имеет уже две задачи. Не только зрительную, ну, и как бы народ хочет лазить, фотографироваться, что-то покорять. И получается, нам приходится продумать эту ситуацию, ну, чтобы люди не потравировались. И каждый ребенок тоже куда-то хочет залезть. И даже не знаешь, насколько правильно и как на это реагировать. Вот, посмотрите, какая свинка выглядывает. Она следит за этим цветочниками, за порядком. А вот на таких тачках привозят нам раствор. Ну, я часто повторяюся. Раствор мы делаем, цемент одно ведро и два ведра песка. И там мыло чуть-чуть добавляем. Ну, очень много задают вопросов, а что у них лопается, что у них трещины, почему у нас не лопается. Ну, как бы есть секреты, нет секретов. Ну, лопается работа или декоративная штукатурка, это получается, когда происходит усадка. Усадка происходит от чего? От быстрой сушки и от того, сколько глины находится в песке. Это очень важно. Как это угадать? Ну, вот на каждом объекте мне привозят песок. Я его смотрю, пробую на зуб или там замешиваю, ну, и пытаюсь сделать работу. Ну, есть еще такая особенность. Чем мельче мельче зерно песка, зернистость, тем тоньше можно сделать работу. Чем крупно, вот мытый песок, он крупный, ему тяжело работать, он как щебенка. А глина, она мелкозернистая. И отсюда, она не всегда глина пускает в воду или отдает в воду или быстро дает и получаются такие вот трещины идут усадки. Видите, сейчас он толик берет, замывает свою работу. Для чего? Для того, чтобы как бы он постоянно размолаживает этот раствор и усадка идет, и вода остается, и медленная усадка идет. И, в принципе, таких сказать трещин нет. Ну, бывает, на заборе через каждые 4 метра идет температурный шов. Это закон физики его, я не знаю, как его сбежать. Это определенные свои нюансы. Ну, вот видите, как бы здесь все, ну, у нас отработанный уже песок, мы работаем 10 лет, им нам привозят с карьера. Ну, бывает, похоже привозят песок, но мы его сеем. У нас есть такое сито, кровать, и мы отсеем ее, и крупные куски глины, они, как правило, не растворяются. И потом могут быть, вымываться, и возникают проблемы с работой. А это, смотрите, здесь чуть-чуть другой цветочник. Или цветок. Вот арт-бетон такой, видите, он такими пластинами, как цветок выделан, и еще имеют какую-то там форму, видите, спирали закрученные. То есть, ну, это все может делать, надо варить каркас. А это, смотрите, такой небольшой обзор, уже готового от этой зоны. Это летающая тарелка, смотрите, робот охраняет. Здесь и пулеметы есть, и есть вон такие всевозможные техно-детали вставленные. А справа идет именно забор, на котором тоже идет охрана. Посмотрите, он пулемет, которые какие-то пилы сделаны. Ну, вот захотели такой комплекс сделать, а эти уже в цветке появились пестики и тычинки. И он, и сразу же, смотрите, насколько работа стала интересной. А еще покраски нет. И смотрите, он сзади уже сделан бородюр, сделала мышь. Вот это у нас мишка, который следит за порядком. А это летающая тарелка туалет, и скала тоже туалет. Ну, очень много туристов идет, и мы сделали в этой зоне два туалета, техно-туалета. Вот, видите, это такая вот, видите, смотрите, как он, пук-пук, такой вот червяк вылазит с этой скалы. Ну, есть отдельно мастер-класс, я со временем покажу, как его делалось. И вот, такой вот у нас пещера-туалет. Вот, смотрите, видите, там, ну, надо еще покраску делать, я думаю, покраска тоже свой сдаст определенный эффект. вот, такой вот коротенький фильм рассказал, показал, а это вот, смотрите, это такси, такая лошадка, тык-дык называется, а там вон, другой тык-дык, на который там ездят строители, тоже там строительная, будем, такая техноплощадка для автомобиля. А это вот, здесь пролетает вот эта мышь, и здесь у ней заправка идет, и вот такая вот сказка про вот такую дачу и про летающие тарелки, и про цветы. Ну, вот кусочек фильма я вам показал. Субтитры сделал DimaTorzok